Теология Замещения Теология Замещения Теология Замещения Теология Замещения этой точки зрения, сталкиваются с большой проблемой важности государства Израиль, его восстановления и возвращения еврейского народа в свою землю. То, как выстраивается современное государство, которое занимает достойное место среди всех стран мира, и одна из их проблем с государством Израиль – это изгнание палестинцев в результате войны 48-го года. А вторая причина такова, что если Израиль уже не является народом Божьим, то обетование, возвращение в землю Израиля уже к ним неприменимы. Поэтому те люди, которые придерживаются этой теории замещения и исполнения, отвергают историю христианской поддержки Израиля. Если вы будете изучать историю христианской поддержки Израиля, обращаясь к истории Англии 19-го века, вы увидите влияние христианского сионизма на декларацию Балфорда. Вы можете сделать вывод, что вполне возможно, государство Израиль перестало бы существовать, если бы не христианская сионистская поддержка, которая оказывалась в середине 19-го века, и продолжалась в декларации Балфорда. Но я хочу сказать, что главная причина, по которой теология замещения является ошибочной, такова, что она полностью противоречит тому, что ясно написано в еврейских писаниях. А во-вторых, она неправильная, потому что она не знает, не показывает и не выявляет последствий того, что описано в Римлянах 11-й главе, где ясно сказано, что теория замещения неправильна, и что Израиль, этнические евреи, все еще избраны Богом и являются частью Божьего плана. Более того, они играют ведущую роль в Божьем плане, даже если они пока еще не приняли Ешоа. Хотя, когда-то это обязательно случится. Я хочу использовать два текста, чтобы продемонстрировать это. В Еремии 31-й главе мы читаем этот известный текст, когда Господь говорит, «Вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их, не воспоминал более». Здесь есть изумительный факт, что Новый Завет — это прямое обетование Израилю и еврейскому народу о том, что Господь помоет их грехи и простит их, несмотря на тот факт, что они нарушили предыдущий Завет, и что придет день, и они все, весь народ Израиля, будут знать Бога. Новый Завет применим к народам земли через проповедование Евангелия. То есть с приходом Иешуа и проповедованием Евангелия Израиль может расшириться, он станет больше, и духовными богатствами Израиля смогут воспользоваться народы земли. Но никогда и нигде в Новом Завете не написано, что какой-то другой народ может заменить этнический Израиль, потому что Еремия ясно говорит о том, что обетования Нового Завета прежде всего принадлежат этнически еврейскому народу. И если то, что я только что прочитал, недостаточно ясно, то он продолжает описывать обетования Нового Завета. И вот что говорит Господь. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израиля перестанет быть народом предо Мною навсегда». Он говорит об этнической нации. «Израиль никогда не перестанет быть его народом». Это часть обещания в том же контексте с Новым Заветом. «Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все, что они делали, говорит Господь». Итак, мы видим, что основой обетования Нового Завета является не останавливающееся продолжение еврейского народа, и этот контекст обещания Еремии в главах 16 и 23 о том, что Господь вернет наш народ в обетованную землю, и Амоса в 9 главе, что мы вернемся в нашу землю и никогда более не будем из нее изгнаны. Обетование в Израиле 36 главе о том, что Бог возьмет нас из народов и окропит нас чистой водой. Израиль 36, 24. «Вложит в нас новый дух, а затем вложит в нас свой Святой Дух и поведет нас в повиновение Божьим заповедям, постановлениям и судам». Римлянам 11 главу нужно понимать в контексте с этими великолепными обещаниями. В Римлянам 11 главе Шауль сказал следующее. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Анисей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». И ссылка на этот текст в Исаии 59 главе, которая связана с Иеремией 31 главой. И Шауль обращается к Иеремии 31 главе, так же, как и мы с вами, и говорит о том, что это пророчество должно исполниться, и это приведет к финальному полному прощению грехов для всего Израиля. И если этого недостаточно, то в продолжении он говорит, «В отношении к благословению они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи для Израиля не приложены». То есть у еврейского народа есть непреложное и нерушимое призвание. Израиль избран и любим Богом, даже несмотря на то, что он является врагом Евангелия. Поэтому Павел говорит в Римлянах 11 главе 15 стихе, «Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие как нежизнь из мертвых?» И потом он призывает все народы сделать так, чтобы Израиль возревновал, чтобы образ жизни верующих и других народов возбудил в Израиле желание повелить в Ишуа, чтобы сохранился остаток для того, для кого весь Израиль спасется. Поэтому нам нужно продолжать поддерживать этот остаток Израиля. Это ведет нас к пониманию важности современного государства Израиля. Это не означает то, что Израиль всегда ведет себя праведно по отношению к палестинцам. Иногда хорошо, иногда ужасно. Все смешано. Но дело в том, что если евреи все еще являются Божьим избранным народом, если спасение мира зависит от того, что они примут Ишуа, если Бог провозгласил, что они все еще избраны и будут опять привиты к своей природной маслине, если Бог провозгласил, что они избраны и возлюблены ради своих праотцов, тогда существование государства Израиль и возвращение еврейского народа в свою древнюю землю и формирование народа среди других народов не может быть ничем. Оно должно иметь особое значение, потому что все, что происходит с еврейским народом, имеет значение. Когда мы подвергаемся гонениям, мы подвергаемся гонениям за то, что мы Божий народ, и у Бога есть для нас план, а дьявол ищет возможности разрушить Божий план. Если мы возвращаемся в свою землю, это происходит по той же причине, потому что мы Божий народ, и у Бога есть для нас цель. Можно дать только один ответ на вопрос о существовании и важности современного государства Израиль, и это потому, что это происходит с еврейским народом, Божьим избранным народом. Это должно иметь абсолютно важное значение для всего мира. И тот факт, что последние две тысячи лет Израиль опять может быть целостным народом в своем государстве, является одним из удивительных фактов во всей истории. Это изумительный факт, который должен побудить людей взглянуть вверх и осознать, что Бог не забыл свои обетования, данные своему древнему народу. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин